Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы находимся с вами на страницах нашего сайта в разделе 4.2. Речь идет об автоматизированных методиках в этом разделе. Обратите внимание, у нас есть бланковые методики, патопсихологические и количественные и качественные. И соответственно у нас есть программные средства нашего изготовления. Мы сами их запрограммировали, внимательно рассчитывали, проверяли десятки и сотни раз. И соответственно я хотел бы остановиться на этом разделе отдельно. С патопсихологией все понятно. У кого есть, кто понимает, тот и работает. Я уже неоднократно в своих видео говорил, любая патопсихологическая методика, например, исключение 4-го лишнего, готов променять любую автоматизированную методику на вот эту самую исключение 4-го лишнего или на классификацию. Это гораздо более значимое, это гораздо более точное. И для меня это не вызывает никакого сомнения. Я даже на смертном адрес скажу, что классификация лучшая методика в мире, нежели любая таблица Шульте или там ПЗМР, СЗМР, РДО, РАВН, ММПИ и так далее. Классификация это классификация, это убойная вещь, которая безапелляционно позволяет выставить любой диагноз пациенту с любой нозологией. Дифференциальная психология очень важна, потому что всегда в 90-99% случаях возникает вопрос о дифференциации каких-то клинических случаев, то есть дифференциации диагнозов. Соответственно, люди мне задают вопросы по поводу этих автоматизированных методик, патопсихологически с ними понятно, еще раз повторюсь. А вот что такое ПЗМР, СЗМР, РДО? Это те методики, вот эти методики показывают простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект. Это методики, понятно, но их одним словом можно еще назвать пробы. Соответственно, если мы говорим о патопсихологии, то что мы имеем в патопсихологии, допустим оценка активного внимания, мы имеем в виду такие методики. Это Шульте, таблицы Шульте, проба Бурдона, корректурная проба Бурдона, отсчитывание по крепелину, ну и ряд еще других методик. Их не очень много, может быть их не больше десятка наберется. Основных штук 5, наверное, они у нас все есть, мы их все предлагаем. Пожалуйста, можете приобретать и пользоваться ими для медицинских, клинических каких-то исследований, целей. То, что мы видим на данной странице, повторюсь, Шульте, ПЗМР, СЗМР, РДО, это некое уже с учетом того, что происходит в нашей реальности и действительности, а именно информационные технологии, компьютеры и так далее. Эти методики это продолжение того состояния, которое мы имеем на уровне пато-психологических исследований низших психических функций, а именно ощущения, восприятия, внимания, памяти, ну там уже пошли высшие психические функции. Соответственно, имея в виду, допустим, качество активного внимания, оно, понятно, двух видов существует, люди начинают читать какие-то книжки, теряются. Запомните одно, господа, коллеги, существует два вида внимания, активное и пассивное, ну там можно подразделять еще, но классическая отечественная русская психология говорит о двух видах внимания, активном и пассивном. Так вот, до недавнего прошлого мы, я повторюсь еще раз, мы имели в своем распоряжении такие инструменты, как, допустим, таблицы Шульте, корректурная проба Бурдона, а вот теперь мы все это забываем с вами благополучно. Тот темный лес, вернее мы его помним и знаем, и он у нас отскакивает от зубов, те же таблицы корректурная проба Бурдона, допустим, отскакивает у нас от зубов, мы знаем, как ее рассчитывать, мы знаем, какие результаты она показывает при тех или иных нозологических случаях. Но теперь время информационных технологий, и мы заменяем, господа, заменяем, мы заменяем пробу Бурдона простой зрительно-моторной реакцией, или сложной зрительно-моторной реакцией, или реакцией на движущийся объект. Кто знает, тот понимает, о чем я говорю. То есть, они не то, что устарели, то есть, можно обвинять, допустим, корректурную пробу Бурдона, или счет по Крепелину, обвинять в устарелости, но ради бога, кто-то пользуется пробой Бурдона, кто-то пользуется ПЗМР. Они все имеют право на существование, и даже не имеют право на существование, они все обязаны быть использованы вами, уважаемые коллеги. И корректурную пробу Бурдона надо знать. И эта проба подчас бывает лучше, и нагляднее, и четче показывает какие-то нарушения активного внимания человека, чем те же таблицы. Ну и про таблицы Шульте знают все. Но проба Бурдона иногда работает лучше, чем эти таблицы Шульте. А уж не говоря о том, что у нас появились такие замечательные, благодаря компьютерным технологиям, методики, как простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, тут вообще спору нет. Надо пользоваться современными, проверенными уже на данный момент, на момент 20-21. Сегодня у нас на дворе 2021 год. Надо пользоваться уже новыми методами исследований, более точными, компьютерными, и считать все это, не накладывая ключи по старинке. Это плохое слово, это не старинка, это классика, без которой невозможно жить и работать. Это та же проба Бурдона или счет по Крепелину. Соответственно, мы ими пользуемся, но при этом мы знаем, что существует ПЗМР. И ПЗМР она считает все в долях миллисекундах, десятых долей миллисекундах. И она дает, конечно, конечно, господа, надо это четко понимать. Она дает более точные результаты, нежели корректурная пробы или счет по Крепелину. Вот такое интересное видео о том, что мало знать то, что было ранее. Это надо знать. А ведь этого многие не знают. Кто из вас пользуется корректурной пробы Бурдона? Напишите мне под этим видео. Я уверен, вообще никаких отзывов не будет. Никто ее не знает, не помнит. А счет по Крепелину? Кто им пользуется? Единицы. А это вообще основной инструмент при оценке каких-то нарушений в плане, допустим, возрастных. Там болезни Пика, Альцгеймера. При каждом заболевании показатели по корректурной пробы Бурдона или по счету по Крепелину. Они различны и четко можно дифференцировать. А что у человека там? То есть какая органическая патология у него присутствует? То же самое сейчас уже на данный момент, на настоящий момент можно сказать о пробе ПЗМР. Она дает тоже дифференцированный диагноз по органическим заболеваниям, возрастным каким-то. То есть посмотреть человека и дифференцировать его, допустим, от одного диагноза к другому можно и нужно с помощью современных методов обследования. современных и устаревших, если угодно, если говорить о пробе Бурдона или таблицам Шульте. Соответственно, если будут вопросы, задавайте их под этим видео. Потому что во многом эти пробы новые, понятно, инновационные. Они требуют своего развития дальнейшего. Они экспериментальны во многом. Но уже сейчас, используя таблицы Шульте или ПЗМР, мы получаем, в общем-то, похожие результаты, но несколько иной природы, можно так сказать. Другого слова пока мне трудно подобрать. То есть мы, тот же Альцгеймер, можем оценить и этой методикой, и этой методикой. Только этой методикой мы сделаем с большей вероятностью точно это. Или та же болезнь Пика. Очень интересные результаты. И дифференциальные диагнозы получаются, да, когда мы дифференцируем одно заболевание от другого. Как это сделать? Врач-психиатр сидит, подложил там себе ладошку под щеку и смотрит на этого человека, да. Понятно, у них свои методы наблюдения, а у нас свои, господа, клинические психологи, методы наблюдения. Не наблюдения, а методы эксперимента. У нас основной метод, метод эксперимента. И проба Бурдона, и счет по Крепелину, и ПЗМР, и СЗМР. Это все стороны одного и того же явления. Качественного, хорошего инструментария. И пользоваться надо и тем, и другим, и третьим, и четвертым. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.